Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Продолжаем тему производства пива. В этом видео поговорим о хмеле. Оценка качества хмеля. Несмотря на то, что хмель является самым дорогим в пиво, варенье и сырьем, его оценка проводилась долгое время только органолептически. Однако потом оценки качества хмеля стали придавать большее значение и начали оценивать качество хмеля по его химическому составу. При органолептической оценке хмель определяли в основном по качественным признакам, то есть отнесением его к отдельным товарным сортам. Важнейшими показателями при этом считали аромат, количество и цвет лопулина. С этих точек зрения различали хмель тонкий, средний и грубый, характеризуемый по блатни следующим образом. Тонкий хмель отличается высоким содержанием лопулина, чистым хмелевым ароматом, без каких-либо посторонних запахов, правильным строением шишки, тонким равномерно и часто изогнутым стерженьком, правильным расположением прилистников и кроющих листиков. Он почти не содержит или совсем не содержит семян и имеет хорошо закрытые шишки. К тонким сортам хмеля относится большая часть чехословацких сортов. Средний хмель обладает характерным хмелевым ароматом, однако более острым, иногда со слабым посторонним запахом, фруктовым. Этот хмель имеет шишки правильного строения с довольно большим содержанием семян. Грубый хмель. Это хмель оплодотворенный, семенной. У него грубый и реже неправильно изогнутый стержень. Аромат у него резкий, часто нехмелевой, а обычно с чесночным или другим посторонним запахом, который может преобладать и над хмелевым запахом. При оценке с химической точки зрения учитывается общее содержание хмелевых смол, которое характеризует продуктивность хмеля и состав смол, характерный для хмеля разного происхождения и определяющий качество хмеля. Содержание всех смол колеблется в довольно широком диапазоне в зависимости от происхождения хмеля и года урожая, а также от степени зрелости к моменту уборки. Тонкий хмель содержит от 12 до 18, в среднем 15 процентов всех смол в сухом веществе. У некоторых сортов такое содержание 20 процентов и более. Состав смол изменяется при естественном старении хмеля. При приведенные данные характерны только для свежесобранного и правильно хранящегося хмеля. У такого хмеля не менее 35 процентов всех смол приходится на альфа-горькие кислоты, альфа-фракция, которые с технологической точки зрения являются наиболее важной частью хмеля. Свежесобранный хмель отличается более высоким содержанием бета-фракции. Содержание твердых смол не имеющих особого технологического значения не должно превышать у свежесобранного хмеля 12 процентов. Их содержание является показателем возраста или хранения хмеля. Продуктивность хмеля определяют на основании результатов проведенных работ Вельмера, которые он проводил еще в 1932 году. Вельмер экспериментально определил, что гумулоны, альфа-фракция, придают горечь пиву в 9 раз большую, чем лупулоны, бета-фракция. А твердые смолы не оказывают влияния на горечь пива. Вельмер вывел для расчета горечи такую формулу, как вы видите на экране. Согласно этой формуле, горечь хмеля высчитывается так, что процентное содержание альфа-фракции увеличивается на 0,1 процентного содержания бета-фракции. Эта формула действительно только для свежесобранного хмеля, но и в этом случае существуют некоторые оговорки. При старении хмеля горькие кислоты постепенно окисляются в мягкие смолы. По данным Вельмера, мягкие смолы имеют более низкую горечь, чем исходная альфа-кислота, из которой они получаются в результате окисления. И наоборот, мягкая бета-смола имеет горечь выше, чем исходная бета-кислота. С продолжающимися окислением исходная горечь бета-фракции повышается, так как с одной стороны происходит образование бета-смолы, и с другой увеличивается содержание альфа-смолы, которая по Вельмеру переходит в бета-фракцию. Гудзон и его сотрудники аналитически доказали, что в пиве охмеленном старым хмелем содержится горьких веществ в два раза больше, чем в пиве охмеленном свежесобранном хмелем. Говард и Слаттер обнаружили, что голубоны, образующиеся при окислении бета-горьких кислот, также повышают горечь пива. Эти вещества, однако, представляют незначительную долю, около 5%. В комплексе бета-мягких смол. Эту несопоставимость пытались уравнять, например, Салач и Дир, преобразовав формулу подстановкой 1,4-1,3 бета вместо 1,9 бета. Несмотря на то, что некоторые авторы считают расчет горечи хмеля по формуле Вельмера ошибочным, главным образом потому, что бета-горькие кислоты хмеля не представляют ценности. Данные гореча, определяемые по этой формуле, все равно встречаются при оценке хмеля в научных публикациях. Некоторые исследователи отказались от этой формулы для расчета величины горечи хмеля при загрузке его для варки пива. Результатом изучения антисептических свойств хмеля являются данные, что гумулон альфа-фракция в 3 раза больше обладает антисептическим свойством, чем лупулон бета-фракция. Антисептическая сила хмеля была выражена формулой альфа плюс бета деленная на 3. Однако рассчитанные величины не находят практического применения, поскольку антисептические свойства хмеля в каждом отдельном случае зависят от вида микробов, субстрата, PH и т.д. По шимвелю горькие хмелевые вещества действуют токсически на грамм позитивные бактерии. Оптимальная эффективность отмечается при PH от 4,3 до 4,4. Было установлено, чтобы эта кислота, как антисептик, гораздо эффективнее альфа-кислоты. Однако ее эффективность быстро падает. Действие альфа-кислоты намного стабильнее, но слабее. Хранение хмеля. Сохраняемый хмель постепенно приходит в негодность от старения, т.е. окислительного процесса, при котором также активизируются действия микроорганизмов. Необходимо исключить влияние, ускоряющий процесс старения. При хранении хмеля положительными факторами являются следующими. 1. Низкая температура, около 0 градусов Цельсия, которая тормозит химические процессы и одновременно ограничивает развитие микроорганизмов. 2. Ограниченный доступ воздуха к хмелю, который укладывается сильно спрессованным, или в случаях длительного хранения в герметически закрытых жестяных цилиндрах. 3. Защита от увлажнения, которая обеспечивается тем, что сухой хмель хранится в сухом помещении. 4. Особые меры, ограничивающие действия микроорганизмов, главным образом путем умеренного окуривания серой. 5. В хмеле хранилище тюки и болоты с хмелем укладывают так, чтобы не поддерживалась аккумуляция тепла, то есть рядами на деревянных решетчатых помостах или брусьях. 6. В жестяных, герметически закрытых цилиндрах хмель может храниться и вне хмеле хранилища, например, в охлаждаемых подвальных помещениях. 7. Высыпанный из тюков хмель не подлежит длительному хранению. 8. До момента использования он должен храниться в первоначальной упаковке. 9. От воздействия вредных факторов хмель лучше всего сохраняется в охлаждаемом хмеле хранилище. 10. Применяется как прямое охлаждение с помощью холодильной системы, так и косвенное. 10. В обоих случаях помещение должно быть сухим и хорошо изолированным. 11. Холодильная система прямого охлаждения при расположении под потолком должна быть снабжена желобом для отвода воды, образующейся на трубках системы в случае остановки холодильного компрессора. 11. Благодаря тому, что воздух, охлаждающийся в результате соприкосновения с холодильной системой, опускается к полу, происходит естественная циркуляция. 12. Одновременно воздух высушивается, поскольку его влага осаждается, как налить на трубках холодильной системы. 13. При косвенном охлаждении воздух охлаждается холодильной системой, размещенной вне хмеле хранилища. 14. Циркуляцию обеспечивает вентилятор, который нагнетает охлажденный воздух под решетчатый помост хмеле хранилища и отсасывает нагретые через каналы, расположенные на потолке. 15. Также существует способ консервации хмеля по вейнеру. 16. Способ заключается в том, что хмель после прессования помещают в соответствующий резервуар, в котором создаётся абсолютный вакуум и потом туда вводят инертный газ, как правило углекислый. 17. В хмеле, пропитанном инертным газом, горькие вещества предохраняются от окисления, если при откачке воздуха полностью был устранён кислород. 18. В хороших условиях, главным образом при температуре около 0 градусов Цельсия, хмель хранится без существенных изменений качества 2 года и более. 19. Постоянное охлаждение хмеле хранилища повышает расход электроэнергии. Однако, в неохлаждаемых хмеле хранилищах хмель за год теряет около 20% первоначального качества. 19. Порошкообразный хмель. Хмелевый порошок или обогащённый хмелевый порошок, полученный при измельчении хмеля, так и без механической концентрации, так и с механической. Основным признаком этих продуктов является хорошее сохранение первоначальных свойств хмелевых шишек. Это, в сущности, по-разному тонко измельчённый хмель, химический состав которого и технологическая продуктивность определяется способом механической обработки. По шауеру и калеру порошкообразные хмелевые препараты позволяют лучше использовать хмелевые смолы, состав которых почти не меняется при продолжительном хранении порошкообразного хмеля. Хмелевые препараты характеризуются рядом операционных, технологических и экономических преимуществ. Можно встретить препараты двух типов. Первый. Хмелевый порошок с содержанием альфа-горькой кислоты до 15%. И второе. Обогащённый хмелевый порошок, содержащий альфа-горькой кислоты свыше 15%. При производстве порошков первого типа с содержанием альфа-горькой кислоты до 15%, хмель измельчается в тонкую крошку после предварительного снижения содержания влаги до 4% путём высушивания в особых условиях. Крошка в инертной среде упаковывается в алюминиевую плёнку, чтобы обеспечить продолжительную стойкость продукта. Препараты первого типа имеют многолетнюю стойкость. При использовании их получается экономия хмеля в пределах от 15 до 20%. Ароматические компоненты сохраняются в них и при хранении. И пиво имеет более низкое содержание полифенольных веществ. Из 100 кг хмея получается около 91 кг хмелевого порошка с содержанием альфа-горькой кислоты до 15%. Действительная потеря при измельчении около 0,8 кг на 100 кг сухого вещества хмеля. Остальное приходится главным образом на потерю воды. Обогащённый хмелевый порошок получается путём механической концентрации при измельчении хмеля таким образом, что устраняются балластные компоненты, то есть стерженьки и прилистники. Измельчение в тонкий порошок при производстве второго типа хмелевых порошков, то есть обогащённых хмелевых порошков облегчается замораживанием до минус 30 градусов Цельсия. Эти хмелевые препараты упаковывают в жестяные банки по 5 и 10 кг также в инертной атмосфере. Преимуществом обогащённых хмелевых порошков является повышенная концентрация горьких и ароматических веществ и пониженное содержание полифенольных веществ. Выгодно также уменьшается объём обогащённых хмелевых порошков на одну треть по сравнению с обычным хмелевым порошком. Экономия при охмелении достигает 25-30%. Из 100 кг хмеля получается 40-43 кг обогащённого хмелевого порошка. Продуктивность концентрата соответствует приблизительно соотношению 1 к 2,1. В промышленности учитывают продуктивность при соотношении от 1 к 3,2 до 1 к 4. Кроме указанных преимуществ в использовании хмелевых порошков способствует также удовлетворительная упаковка, удобная дозировка, быстрое распределение препаратов сусле. Верлик Гейнер считает, что лучшие результаты даёт комбинация порошкообразного хмеля с хмелевым экстрактом. Хмелевые экстракты В виде хмелевого экстракта можно получить высококачественные и эффективные продукты даже из хмеля низкого качества, из хмеля исключенного из маркировки и из отходов чесальных машин. Хмелевые экстракты можно получить путём экстракции в одну или две стадии. При одноступенчатой экстракции из хмеля соответствующим органическим растворителем, этилэфиром, дихлорметаном и т.д. выщелачиваются только хмелевые смолы. Остальные активные компоненты главным образом дубильные вещества остаются неиспользованными. Полученный экстракт имеет очень большую продуктивность, однако им можно заменить самое большое 20% от общего количества хмеля, применяемые для варки. Подробно процесс экстракции и экстрагирования мы разбирали в отдельном видео. Вы можете его найти в плейлисте «Машины и аппараты пищевых производств» или поиском по каналу по ключевым словам процесс экстрагирования. Вы можете ознакомиться с этим видео и потом вернуться к просмотру текущих видео. Или досмотрев текущее видео, посмотрев подробно про процесс экстрагирования и экстракции. При двухступенчатой экстракции, как и при одноступенчатой, получается сначала смолистая фракция. Хмель, освобожденный от смол, во второй фазе выщелачивается горячей водой, чтобы получить остальные вещества, главным образом дубильные. Водный экстракт загущают в вакуумном испарителе до требуемой концентрации, обеспечивающей гомогенизацией загущенного водного экстракта со смолистой фракцией. Полученный таким образом экстракт содержит почти все технологически эффективные части хмеля. У хмелевых экстрактов, полученных двухступенчатой экстракцией, можно легко изменять отношение дубильных веществ к смолам, содержание которых обычно снижается в пользу смол. Также могут производиться хмелевые изомеризованные экстракты. В них альфа-кислоты хотя бы частично изомеризованные в изогумулоны. Бета-горькие кислоты окислены. Дубильные полифенольные вещества находятся в первоначальной форме и в соотношениях, которые необходимы для технологии. Эти экстракты в большинстве случаев хорошо растворимы в сусли, молодом и готовом пиве, которому могут добавляться в небольших дозах для окончательного формирования вкуса. Опыты Ванчуры, который разработал технологический процесс по производству хмелевого экстракта путем двухступенчатой экстракции показали, что лучше используются те горькие хмелевые вещества, которые при кипячении хмеля немедленно гидролизуются. Это вызвано тем, что уже при производстве экстракта они частично трансформировались и после добавки в котел мгновенно приходят в непосредственное соприкосновение с суслом. Влияние содержания дубильных веществ в хмелевых экстрактах на состав сусла и пива изучали нарциссы и сотрудники. Они установили, что с увеличением содержания дубильных веществ второго экстракта возрастает цвет сусла и пива. Растет содержание дубильных веществ. У сусла больше, чем у пива. И антоцианогенов. И повышается количество холодного, тонкого осадка в сусле. При использовании хмелевого экстракта, содержащего одну треть количества дубильных веществ по сравнению со стандартным экстрактом, увеличение антоцианогенов уравнивается с их выделением. При брожении содержание антоцианогенов уменьшается с увеличением доли дубильных веществ в хмелевом экстракте. Содержание азота при варке сусла снижается тем меньше, чем больше водного экстракта содержит хмелевой экстракт. Азот, содержащийся в хмелевом экстракте, до определенной меры уравнивает количество осажденного азота. Потеря азота при брожении, наоборот, повышается с увеличением доли водного экстракта в хмелевом экстракте. Осажденного азота при варке сусла выделяется тем больше, чем больше водного экстракта содержится в хмелевом экстракте. С возрастающим содержанием дубильных веществ в сусле растворяется меньше горьких хмелевых веществ. Однако одновременно снижается их потеря при брожении, явно улучшается стабильность пива на холоде, но улучшается пенистость. Вкус сильно охмеленного пива из-за снижающегося содержания горьких веществ тем горче, чем больше антоцианогенов присутствует в пиве. Экстракты по сравнению с хмелем имеют то преимущество, что они почти не ограничены стойке при хранении. Необходимая площадь для их хранения составляет 1,25 помещение для хранения хмеля. То же самое касается транспортных средств. При обработке хмелевого экстракта экономится хмель. Было установлено, что экстракт полученный из 100 кг хмеля заменяет около 150 кг хмеля. При производстве хмелевого экстракта из исходного хмеля извлекается приблизительно 97% всех смол и около 70% дубильных веществ. Хмелевые экстракты, полученные двухступенчатой экстракцией, имеют продуктивность в 5 раз больше, чем сам хмель. Качество хмелевых экстрактов определяет соотношение присутствующих мягких смол к твердым смолам. По данным Ванчуры, хмелевые экстракты содержат твердых смол на 7% больше, чем исходный хмель. Это повышение содержания твердых смол происходит при экстракции, которая протекает при высоких температурах довольно долго. Вы посмотрели видео, посвященное хмелю. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно. Поделитесь этим видео в социальных сетях и ватсапе с теми людьми, которым оно могло бы быть интересным. А на этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.